Товарищи рабочие, ваш рабочий день делится на две части. Во время первой вы зарабатываете свою зарплату. По последним научным данным, в среднем по России на это уходит не больше двух часов. Затем начинается время, во время которого вы создаете своим трудом прибавочную стоимость, из которой складывается капитал. Богатство бизнесмена. Трудовой коллектив производит стоимость, выраженную в продукции предприятия, а присваивает ее капиталисту. Так бизнес получает богатство из неоплаченного труда рабочих. Фактически это вы своим живым трудом создаете прибыль предприятия, но не являетесь ее хозяевами. Работа специалистов других профессий, бухгалтера маркетинг, необходима, но она не создает стоимости и относится к издержкам производства. Начальство любит рассказывать, что для успешной работы предприятия главное это управление и учет, но каждый рабочий знает, что без его труда будет просто нечем управлять. Работа руководства тоже важна, но не настолько, чтобы забирать себе львиную долю стоимости, которую создали рабочие. Вы имеете полное право требовать более справедливого распределения доходов, которое получает предприятие. Боритесь за повышение зарплаты, до стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы складывается из того, что нужно заплатить за предметы для удовлетворения потребностей семьи среднего рабочего. Каждый из вас должен нормально питаться, одеваться, отдыхать, жить в хорошей квартире, вырастить и выучить детей. Одним словом, иметь полное благосостояние. Помимо этого, нам обязательно нужно свободное время, которое необходимо для духовного развития, но на посещение кинотеатров, концертов, покупку книг и многое другое нужны время и деньги. Получить это можно только за счет продажи своей рабочей силы. Значит, цена рабочей силы должна соответствовать ее стоимости, и каждый должен получать в виде зарплаты столько, чтобы ему хватало на все это. Здесь нет ничего такого, чего не имел бы каждый квалифицированный рабочий в СССР. За три последних десятилетия развитие производительных сил ушло далеко вперед по сравнению с советскими временами. На любом производстве работникам могут платить не меньше, а больше, чем тогда. Добивайтесь повышения зарплаты, достоимости рабочей силы через коллективные договоры, забастовки и создания рабочих комитетов. Такие действия рабочих пойдут только на пользу предприятию, потому что заставят хозяев заняться повышением производительности труда и техническим перевооружением предприятия. Условия, в которых вы трудитесь, в конечном итоге определяют состояние здоровья и продолжительность жизни каждого. Законодательство установило нормы, по которым организуется работа в любых производственных условиях, вредных, опасных или самых благоприятных. Работодатель очень часто их не выполняет. Это делается с одной целью – увеличить прибавочную стоимость, из которой складывается прибыль. Можно получать относительную прибавочную стоимость. Это когда прибыль растет за счет роста производительности труда. А можно увеличивать абсолютную прибавочную стоимость. Экономить на всем, заставлять работать на старом оборудовании, в ветких производственных помещениях и следить за условиями труда, срезать зарплату. В способах выжать максимум денег из предприятия и трудового коллектива придумано множество. Работники имеют все возможности для законной борьбы с таким буржуем. Только не надо говорить, что у нас это не принято и не сработает. Дают тому, кто требует. А тому, кто не просит, не только не дает, но еще и отбирают. Трудовой кодекс в законопрофсоюзах предоставляет трудящимся все возможности для борьбы за сохранение своей жизни и здоровья, в том числе, поставив под контроль хитроумную соуду. Пора разворачивать борьбу за свои коренные интересы. В этой борьбе создается будущее рабочего класса. Социалистическое общество. 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 Социалистическое общество.